Сегодня я хотел бы поговорить о рекламных уловках, которые устраивают блогера из-за океана. Как правило, эти уловки посвящены тем, кто действительно попал в неприятность. Это может быть в России, либо на Украине, либо в Беларуси, неважно где. Когда у человека реальные проблемы, ему нужно уехать, попасть в то место, где его не будет... Никто не будет ему угрожать, в том числе и уголовное преследование. Он начинает искать это в интернете и находит всякие разные заголовки. Например, бежать пока не поздно или еще что-то. То есть блогеры, которые находятся в Соединенных Штатах, предлагают людям воспользоваться этой программой. Мы попытались в этом деле разобраться, и в принципе мы разобрались и нашли очень много интересного. Так вот, например, у меня случилась такая проблема. Могу сразу сказать, что те люди, на которых это сориентировано, как правило, не имеют американской визы. То есть если у человека американской визы нет, то для вас, тех, кто продает эту услугу, это фактически уже не услуга. Но тем не менее человек начинает судорожно искать возможности открыть эту самую визу, попадает в отказ. И на самом деле вот эти вот программы, эти уловки заводят человека и портят ему судьбу. Никто из блогеров никогда не говорил о том, что существует программа, которую человек может использовать в своей стране. Вот у нас есть такие программы. Первое, сразу напишу, что у человека существует проблема. И ему нужно эту проблему разрешить очень быстро. Он посмотрел, что за океаном предлагается какая-то программа, он для нее не подходит. Хотя мы когда-то, когда работали по франшизе с одним из блогеров, мы даже провели одного человека, мы ему сделали визу за 7 дней, он благополучно уехал в Штаты. Но когда мы звонили товарищу, который нам продал франшизу, что делать, к нам пришел клиент по программе такой-то, или я ничего не знаю, у меня нет времени, перезвони и так далее. То есть такой случай был, а родители этого мальчика, они просто плакали такими слезами, помоги, помоги. Ну, мы в итоге помогли, но в своей компании мы такую ситуацию избегаем. Так вот, когда человек оказался в проблеме, первое, чем он может воспользоваться, это поправка Лаутенберга. Программа Лаутенберга. Это программа, вернее, поправка, связанная с беженцами. То есть, как это выглядит? Например, если у человека место рождения СССР, как правило, сейчас в СССР нет, весь СНГ, то есть человек может воспользоваться правом беженца со всеми вытекающими, а именно он может получать всякие разные дотации, он может получать бесплатную страховку, пособие и так далее. Вот, эта программа рассчитана для жителей, вернее, для рожденных СССР. Эти люди должны иметь обязательно родственников в Соединенных Штатах. Это может быть брат, это может быть сестра, это может быть бабушка, дедушка, папа или мама. Значит, эти родственники должны находиться в Соединенных Штатах легально, у них должен быть иммиграционный статус. Не важно, сколько эти люди зарабатывают, не важно, сколько эти родственники зарабатывают. Не путайте эту программу с программой воссоединения, где необходимо подтвердить экономическую составляющую этих родственников, экономическую стабильность, что они могут кого-то еще взять и кого-то еще обеспечить. Нет, от этих родственников по этой программе достаточно формы, это обыкновенный лист А4, на котором подтверждается просто родство. Просто родство. Так вот, кто может быть беженцем по этой программе? Значит, прежде всего, это человек, который имеет родственников в Соединенных Штатах, и он относится к какой-либо религиозной организации, церковной организации. Это может быть, например, если Украина, украинская церковь, западная украинская церковь, это может быть католическая церковь, это может быть евангельская церковь. То есть, если человек является адептом этой церкви, он может, и имея родственников Соединенных Штатов, он может спокойно переехать в США. Мы делали репортажи из Бруклина, у нас на нашем канале можно это увидеть. Вот могу вам сказать, люди, которые живут там по 25 лет в Соединенных Штатах, они все въехали по этой программе. То есть, вот не было там людей, у которых мы делали видео, которые сказали, мы въехали там по политике, и здесь уже 25 лет живем по политике, потому что мы попадали здесь. Нет, они приехали по программе беженцев, именно по поправке Лаутенберга. В интернете гуляют слухи, что программу поправку Лаутенберга пытаются отменить. Но в настоящий момент, в 2016 году она продлялась, и я думаю, что в 2017 году она тоже будет продлена. Так вот, первое, почему вы можете уехать, это поправка Лаутенберга для беженцев. Программа беженцев. Забегая вперед, скажу, что у нас есть международная организация мигрантов, сокращенно МОМ. И у этой организации есть 16 представительств. Для СНГ, для стран СССР, бывших СССР, да, подходит Москва. То есть, неважно, где вы находитесь, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, Украина, все равно вы приезжаете в Москву. То есть, мы готовим пакет документов для этих граждан, подаем вот в эту вот организацию. Далее, все это происходит путем переписки. Далее вас вызывают на интервью, и на интервью вы должны рассказать свою историю. Эту историю мы готовим. Она, в принципе, похожа на тот же самый кейс, что мы готовим по политубежищу по трем направлениям в Соединенных Штатах. То есть, это вариант номер один. То есть, когда человек может ехать по этой программе. Вариант номер два. У человека нет родственников в Соединенных Штатах. Как ему попасть в США? В принципе, он делает все то же самое. То же самое и беженство. Он подает по беженству. То есть, в данном случае, это может быть религия, либо ориентация. Либо политика. То есть, человек готовит, он либо его семья, готовится кейс, заполняются формы, и также подается на статус беженца. Его вызывают на интервью, и теперь здесь уже будет зависеть от квот. То есть, если квота позволяет, то он может сразу же стать беженцем. Со всеми вытекающими правами и обязанностями. Если нет, то этот человек получает статус пароля. Статус пароля – это заученное присвоение статуса беженца. То есть, здесь чуть-чуть меньше прав относительно всяких разных выплат, то, что получает беженец. Но здесь самая главная деталь. Так как у человека нет родственников, нужно, чтобы он как-то себя обеспечивал. И для этого в посольстве дается определенный запрос, который действует 4 месяца. В течение 4 месяцев он должен найти инвестора, спонсора, который его в Соединенных Штатах поддержит. Это может быть юридическое лицо, это может быть физическое лицо, неважно. Главное, что… Причем сразу скажу, что люди, которые будут финансировать этого человека, они с помощью нас подадут определенные формы в определенное место. Дальше будет подтверждение, дальше мы эту форму передаем просителю, то есть заявителю, вернее, статуса. Он ее получает и благополучно въезжает в США по статусу пароля. Третий вариант, по которому человек может ехать в США, все это называется особое право, это гуманитарный пароль. Также пароли. Человек может ехать по гуманитарному паролю, в основном используются две причины, два основания. Первое – по здоровью. И второе – это негуманное разлучение членов семьи. Все это подтверждается справками и так далее. И первый вариант, и второй вариант. Ну, по этому варианту можно тоже ехать. То есть три основания. Вот эти три основания, когда человек подает в своей стране и получает особое право в своей стране, и есть та программа, по которой человек может въехать. Именно она и называется «пока не поздно», «беги, пока не поздно» и так далее. В первом случае он путем подачи заявления воссоединяется со своими родственниками. Второй случай, когда человек испытывает дискриминацию по политической, сексуальной, либо религиозной составляющей. И третий вариант, когда у человека проблема со здоровьем. Оно может быть физическое, оно может быть духовное и нравственное. Вот эти три варианта. Когда вам кто-то в Соединенных Штатах предлагает ту же самую программу, но уже с визой, то это просто заблуждение. Потому что тем самым человек просто приукрашивает свою коммерческую деятельность. Это просто рекламная уловка. Потому что, оказавшись в Соединенных Штатах, уже по визе, ему любой второй может помочь, любой адвокат может помочь сформировать кейс на политубежище и подать. То есть, здесь нет ничего такого, чем выделяло бы вас там в США. То есть, делало бы вас особенных. Кроме названия, которые вы используете. Так вот, чтобы использовать такие горящие, такие острые, такие приятные для слуха названия, нужно сначала понимать, какими программами вы этих людей отправляете. И единственное, кто в Москве этим занимается, это мы, наша компания, компания Атлант. Вот, если вам это интересно, если вы видите, что вы подходите по этим программам, приходите, я оставлю свой телефон, потому что именно политубежищем занимаюсь я, в том числе и по этим программам. 8-929-914-50-45. Это может быть Viber, это может быть WhatsApp. Можете позвонить по этому телефону, вы попадете на меня. Кроме того, у меня есть аккаунт в Инстаграме, Илья Кристинский. У меня есть аккаунт ВКонтакте, у меня есть аккаунт в Фейсбуке, вы можете мне писать, мы с вами можем это обсудить, и надеемся, что вы станете нашими клиентами. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт USADeficeVisa, последняя буква Z, не путайте.com, в наши группы в Фейсбук, ВКонтакте и в Твиттере. Всем всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok